Здравствуйте! Вас приветствует сеть магазинов Ваше Здоровье. Меня зовут Инна. Сегодня я вам расскажу главные правила измерения артериального давления. У каждого второго человека есть проблемы с артериальным давлением. К сожалению, этот печальный факт люди узнают, лишь когда обращаются к врачу по причине серьезного недомогания. Каждому человеку нужен своевременный контроль и ранняя диагностика, в чем ему поможет тонометр. Для того, чтобы получить достоверные сведения, сначала нужно разобраться, как правильно измерять артериальное давление. Для того, чтобы избежать типичных ошибок, нужно запомнить 6 простых правил. Еда, кофе, алкоголь и физические нагрузки изменяют наши показания давления. Для того, чтобы избежать всего этого, нужно проводить измерения до или через полтора часа после этих действий. Измерять давление необходимо в удобной расслабленной позе. Можно сидеть или лежать. Главное, чтобы мышцы тела были расслаблены, а манжета находилась на уровне сердца. Точность результата зависит от того, насколько правильно расположена манжета относительно уровня сердца. Если манжет расположена выше уровня сердца, результаты будут заниженные. Если манжет расположен ниже, наоборот, результаты будут завышенные. Для точного измерения давления важно правильно наложить манжет на руку. Манжеты бывают двух видов. Веерообразная и прямая. Веерообразная манжета точно повторяет контуры вашей руки. Но если же у вас прямая манжета, ее нужно застегнуть наискосо. Вот так. Нижний край манжеты нужно расположить на 2 см выше локтевого изгиба. Трубки должны проходить по внутренней части руки. Со стороны подмышечной впадины. При нестабильном давлении нужно проводить 3 измерения с интервалом в 3 минуты между ними. После этого нужно рассчитать и зафиксировать среднее значение. Некоторые модели тонометров это делают автоматически. При регулярном измерении это очень удобно. Для того, чтобы отследить диаграмму колебаний, нужно проводить 3 измерения в сутки. Утром, днем и вечером. Только так возможно подобрать оптимальный курс лечения. Для здорового человека достаточно одного измерения в сутки, если давление находится в пределах нормы. Эмоциональные впечатления, общение могут сильно искажать результаты давления. Фильмы, телевизионные передачи, громкая музыка – все это нужно исключить во время измерения давления. По статистике, самая большая угроза человеку связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы избежать их, нужно соблюдать простые правила, которые мы разобрали в этом ролике. Давайте беречь свое здоровье и здоровье своих родных и близких.